Смотрите в программе. Правила современного прикорма. Календарь развития. 11 месяц. Порядок в детском комоде. 7 советов от организатора пространства. И рецепт. Суфле из замороженных ягод. Чтобы ребёнок вырос крепким, здоровым и умным, очень важно ввести прикорм правильно и вовремя. А как это сделать, знает врач-неанатолог, кандидат наук Ксения Охлопкова. И сейчас нам об этом расскажет. Ксения, добрый день. Здравствуйте. Ксения, сейчас очень много говорят о самоприкорме. Когда ребёнок начинает пробовать новую еду сразу кусочками. И вроде бы пищевой интерес у него развивается. Он сам к этой еде тянется, жевать эту еду учится. Но у этого нового метода прикорма есть научные доказательства. На самом деле доказательств, таких подтверждённых, недостаточно на сегодня. И все ассоциации педиатров считают, что нужно проводить дополнительные исследования, чтобы увидеть реально отдалённые результаты применения этой методики. И на сегодня есть, во-первых, не так много исследований, которые изучают этот метод. Во-вторых, они все немногочисленные и реально очень много противоречивых результатов. Поэтому сейчас начатся достаточно большие исследования в Европе по этому поводу. И пока все педиатрические сообщества воздерживаются высказывать какое-то определённое мнение, потому что реально непонятны отдалённые результаты. Ксения, но тем не менее, на вашем личном опыте, да, медицинской практике, может быть, вы какие-то выводы по этому поводу сделали и уже готовы ими делиться? Или ждём всё-таки только европейских врачей, а потом будем рекомендации давать по прикорму кусочками? Нет, конечно. Естественно, мы на опыте имеем какое-то своё мнение. Каждый доктор, который занимается этой темой, который наблюдает детей на протяжении длительного времени, если говорить обо мне, то я считаю, что эта методика, с одной стороны, имеет место на существование, с другой стороны, я никогда не рекомендую с неё начинать. Я считаю, что всё-таки первые полтора-два месяца прикорма лучше начинать с полужидкой, с полугустой пищи, чтобы не было такого резкого перехода от грудного молока или смеси сразу на кусочки. К тому же дети в большинстве своём в этом возрасте ещё не могут нормально сидеть, возникают вопросы безопасности. Соответственно, по тем же исследованиям, которые уже есть, есть данные, что именно в первые пару месяцев дети на БЛВ получают меньше питательных веществ, получают меньше железа в сравнении с детьми, которые начинают вводить прикорм по традиционной методике. Почему это происходит? Потому что кусочков они съедают меньше, чем если бы ели пюре? Да, и плюс вопрос усвоения, я думаю, тоже играет роль. Всё-таки организм должен перестроиться на переваривании густой пищи, на переваривании кусочков. Для этого нужно какое-то время. В принципе, на переваривании не молочной еды, потому что он 5-6 месяцев ребёнок получал только либо грудное молоко, либо смесь. И, соответственно, вдруг внезапно начать есть мясо, овощи, другие группы продуктов достаточно сложно. Нужен период какой-то адаптации, когда начинают формироваться, вырабатываться ферменты в нужном количестве, в нужных отделах пищеварительного тракта. И для этого нужно время. То есть вообще я считаю, что с ребёнком, с маленьким, чем более постепенно все изменения вносятся в его жизнь, тем для него лучше. То есть есть шанс, что кусочек, который попадёт в ребёнка, примерно в таком же виде из него и выйдет, и ничего внутри ребёнка полезного не останется. Правильно я поняла вас? Так часто происходит. И на самом деле ко мне обращаются мамы, которые начали с этого метода, и многие дети дают срывы пищеварения так называемые. Потому что некоторые дети, допустим, имеющие очень активный пищевой интерес, могут себе много этих кусочков в рот засунуть. И, соответственно, ну мало того, что они там могут начать давиться, если много кусочков, но это уже отдельная история. Но, соответственно, переварить их они, естественно, не могут. И у них, у многих из этих детей, не у всех, безусловно, развиваются различные нарушения пищеварения. То есть может быть там жидкий стул, слизь в стуле, боли в животе и так далее. Это тоже одна из причин, почему всё-таки я считаю, что лучше начинать постепенно с каши или пюре, но уже через полтора-два месяца мы обязательно вводим кусочки. То есть это достаточно современное понимание ситуации, что мы не ждём с кусочками ни зубов, ни каких-то других, так сказать, более старших периодов. То есть мы начинаем вводить кусочки сейчас, достаточно рано. Ну, а вот не может ли случиться такое, Ксения, что из-за того, что ребёнок ел там свои полтора-два месяца пюре, ему потом сложно будет начать жевать. И он этими кусочками будет давиться. Вот этого просто мамы часто боятся и говорят, я лучше начну с кусочков, чтобы вот не иметь этих проблем. Да, я понимаю. Но, вы знаете, на сегодня известно, что оптимальный период для введения кусочков это с 7,5 до 10 месяцев. Соответственно, все дети, кто нормально, ну, как бы, да, кто либо под контролем нормального специалиста, либо изучив хорошо эту информацию, мама, если изучила хорошую информацию, соответственно, она знает, что в этот период надо вводить кусочки. И если она не затягивает с этим, да, не пропускает этот оптимальный период, то проблем не возникает. Вот у меня, под моим наблюдением, достаточно много детей прошло, тысячи, и ни одного из них не возникла проблема при переходе отверг к кусочкам. Вообще ни у одного. Поэтому я считаю, что это несколько надуманная проблема. То есть, естественно, если ребенок больше года, ему ни разу кусочки не давали, то это для него проблема. Но если делать все вовремя, то никаких вообще проблем не возникает. Я поняла. Ну, вот смотрите, Ксения, ситуация. У ребенка начали прикорм, все, он ест, у него все хороший аппетит, все ему нравится, но вдруг мама замечает, что появились какие-то проблемы с пищеварением. Допустим, появился запор. Это нормально? Это так организм ребенка адаптируется к новой пище? Или это вот как раз звоночки о том, что что-то пошло не так, и что-то родители делают неверно? Да, в большинстве случаев это говорит о том, что организм ребенка не успевает адаптироваться к той скорости, с которой родители вводят прикорм. То есть, слишком быстрое увеличение объемов питания. Возможно, слишком много злаковых продуктов, то есть каш. То есть, это говорит как раз о том, что организм не в состоянии справиться с той нагрузкой, которую ему мы создали. Дали ребенку такое количество еды, которое он переварить не может. Соответственно, необходимо внести коррекцию в рацион питания ребенка. Это все решаемо, но это, естественно, не совсем правильное введение прикорма. Для конкретного ребенка. Просто он не справляется. И это действительно часто бывает, когда родители очень быстро увеличат объемы вводимого прикорма. Если у вас дома живет младенец, то значит полно всяких бодиков, ползунков и гаджетов по уходу за ним. Как все это хранить, чтобы не расползалось беспорядком по всей квартире, узнаем у организатора пространства. Если в доме живет младенец, времени на то, чтобы каждый день наводить в шкафах порядок у мамы просто нет. Поэтому надо так организовать пространство, чтобы каждая вещичка или гаджет младенца после использования оказывались на своем месте. И первый совет от организатора пространства. Не забывайте, что всегда магазин рядышком находится. Муж тоже есть, он сбегает, если вам нужно. Поэтому не покупайте лишнее, покупайте то, что топ-список. На пеленальном столе всегда много визуального шума. Разноцветные тюбики, баночки, бутылочки, подгузники. Все это сначала стоит, а потом валяется на виду. И нет ощущения порядка. Не стоит хранить все на этой поверхности. Храните только то, чем вы пользуетесь. Каждое пеленание. То есть это обычно несколько бутылочек, а буквально парочка приспособ. Просто объединить это в небольшую коробочку, и она не будет расползаться по поверхности. В этом выдвижном ящике порядок, но будет еще лучше, если добавить разделители. Иначе в попыхах все эти салфетки, термометры и массажеры будут перемешиваться. Вставляем в ящик вот такие коробки. Они помогут всем этим младенческим гаджетам не расползаться. Что получилось? Все, что касается салфеток, хранится в отдельном органайзере. Влажные, сухие. Здесь все, что касается лекарственных моментиков. В отдельном у нас идет массажерчик и расчесочки. И здесь запас, что очень важно. Посмотри, у нас осталось небольшое место для дополнительного хранения. Детки такая штука, что всегда что-то новое появляется. И если у вас есть небольшое место для дополнительного хранения, что-то появилось, а у вас есть место. Теперь займемся одеждой. Такими стопками она хранится у большинства. Но симпатичнее и удобнее хранить одежду вертикально, используя вот такие разделители. Помещается больше, и ты сразу видишь, что у тебя есть. Вариантов складывания бодиков очень много. Однако, как мне кажется, у мамы обычно не хватает времени для этого. Поэтому я считаю, что максимально простой способ, он самый лучший. Вот таким вот образом. Если вас напрягает, что он может разваливаться, то можно просто сложить конвертиком. Показываю. Вещи, которые дарят на вырост. Сначала ты им рад, потому что они обычно в хорошем состоянии. Кладешь пакет под кровать и вспоминаешь о нем, когда твой малыш уже перестал быть младенцем. Чтобы так не случилось, еще совет. Вам отдали, сразу перебирайте. Не понравилось, сразу отложите, делим на категории. Например, улица, дом и так далее. Разложите их по таким мешкам и обязательно промаркировать. Например, 0,3 года. И еще рекомендация напоследок. Поставьте возле пеленального стола маленькую мусорку. Тогда не придется бегать с каждым диском или ватной палочкой к урне на кухне. Неанатолог Ксения Охлопкова дает рекомендации родителям, чтобы они не совершали ошибок и вводили первый прикорм правильно. Про пюрешки мы уже поговорили. Про трудности в жевании тоже. А теперь поговорим про аппетит, который то есть, то нет. Ксения, если у ребенка плохой аппетит и есть трудности с набором веса, как в этом случае действовать родителям? В этом случае родителям, конечно, лучше все-таки обратиться к педиатру с этим вопросом. Что конкретно скоррегировать в рационе? Может быть, не хватает грудного молока? Может быть, мало смеси? Может быть, еще что-то? Причин на самом деле много. Могут быть другие причины в состоянии здоровья, которые снижают аппетит. Например, тот же дефицит железа, который действительно влияет на вкус. И, соответственно, дети эти гораздо хуже едят обычно прикорм в связи с дефицитом железа в организме. Кроме того, естественно, на аппетит влияют то, как происходят трапезы, насколько позитивно настроены родители, насколько они систематичны, насколько правильно они вообще ввозят прикорм, насколько они это делают регулярно и понимая важность этого процесса. А могут родители быть непозитивно настроены на прикорм? Да, сейчас, к сожалению, есть такая тенденция и есть такие, ну, скажем, мнения и специалисты в соцсетях, что до года прикорм особо не нужен, что ребенку достаточно ГВ. То есть есть специалисты, которые транслируют такую позицию, она совершенно не обоснована с точки зрения медицины. Естественно, ребенок такой попадает в дефицит железа, цинка и других важных элементов. Но, тем не менее, таких детей все больше, потому что вот это вот мнение, которое транслируется из соцсетей, что до года достаточно ГВ, и как бы прикорм совершенно носит ознакомительную роль, там чуть-чуть дали, чуть попробовал микродозы, этого достаточно, вот это, к сожалению, играет очень отрицательное значение, потому что ко мне сейчас стали регулярно обращаться родители, детей полутора лет, год и девять, которые полностью на ГВ. И вот в этом возрасте уже очень трудно ребенка приучить к прикорму. Это требует гораздо больших усилий, потому что, во-первых, эти дети все в железодефиците, то есть однозначно, они все получают, они уже лечатся, большинство от этого, то есть они получают препараты железа, но в целом у них уже этот период оптимальный для введения прикорма, он пропущен. И родителям гораздо сложнее уже вводить прикорм и формировать нормальное пищевое поведение такого ребенка. Вот для меня сейчас открытием стало, Ксения, что, оказывается, железодефицит, это может быть причиной того, что у ребенка плохой аппетит. Если вот поставили ребенку анализ, нехватка железа, анемия, что делать? Больше его мясом кормить? Больше ему яблочек давать? Не знаю, какие-то витамины железа ему в аптеке купить? Или все-таки искать ту самую причину, из-за которой эта анемия возникла? Если у ребенка уже есть анемия, то есть анемия – это снижение гемоглобина и количества ретроцитов в анализе крови в организме ребенка, соответственно, то уже никакие пищевые воздействия, изменения диеты не помогут этому ребенку. И даже если еще железодефицит, то есть еще предыдущая стадия – это железодефицит латентный, так называемый, или скрытый, когда гемоглобин еще в норме, но в организме уже не хватает железа. То есть уже клеткам железа реально не хватает. Просто мы этого без анализов никак не увидим. Соответственно, это часто… Вообще это типично для детей первого года жизни, и, соответственно, часто пропускается, потому что внешне это незаметно. И, соответственно, и даже на этой стадии обязательно уже прием препаратов железа. То есть никакими продуктами и никаким мясом мы уже существующий глубокий железодефицит в организме рекретировать не сможем. То есть мы должны сначала восстановить уровень железа. И большинство детей, кстати, этих, они от мяса отказываются. Вот такой есть парадокс, потому что железодефицит, он искажает вкус у ребенка, и мясо ему кажется невкусным. Поэтому большинство детей, которые не любят мясо, они имеют железодефицит, и, соответственно, когда мы лечим железодефицит, его ликвидируем, у них потом аппетит нормализуется, они уже начинают есть мясо, и дальше все, ну, как бы идет уже в лучшую сторону, меняется ситуация, и с другими продуктами тоже. Поэтому в любом случае мы сначала ликвидируем железодефицит, но и параллельно мы, естественно, нормализуем диету и вводим достаточное количество мясных продуктов ребенка в рацион. Мы продолжаем наш проект «Календарь развития ребенка». Новое видео про 11-й месяц жизни младенца. Все предыдущие ролики можно посмотреть на YouTube-канале «Маминой школы». Ярику уже 10 месяцев. Он стал еще мобильнее и может спускаться с родительской кровати ногами вниз, а еще вылезать из своей кроватки, а это значит, срочно нужно снять переднюю решетку, чтобы избежать несчастного случая. Должны быть приделаны предметы, мебели, это какие-то шкафы или комоды, должна быть убрана химия, вне досягаемости быть для ребенка или острые предметы. Также сейчас с учетом теплых дней должны быть предусмотрены замки на окнах, с помощью которых ребенок не сможет их открыть. То есть окна должны быть не только вне досягаемости, то есть не должно быть стульев, предметов, которые могут подкатить дети или просто то, что рядом заранее стоит, но еще окна не должны открываться какими-либо способами, то есть там должны стоять замки. Многие здоровые дети в этом возрасте уже просыпаются ночью, чтобы поесть только один раз. И сейчас самое время помочь крохе организовать правильный режим сна в соответствии с биологическими часами. Для этого нужно определить лучшее время для засыпания, окно сна и укладывать только в него. И утром не позволять ребенку спать после 7.30. Для того, чтобы понять, сколько ребенок спит днем и сколько спит ночью, есть большое количество приложений, которые можно использовать для того, чтобы посчитать количество сна. Они так называются калькуляторы сна. И вы, когда будете понимать, сколько когда спит ребенок, вы можете этим управлять. Нужно знать одну из основ сна. Мы спим с помощью циклов. Циклы, как правило, на 40 минут занимают. И если мы встаем между циклами, мы чувствуем себя бодрыми, не в зависимости от того, как мало или много мы поспали. А если мы встаем посреди цикла, мы будем в плохом настроении, у нас будет мало сил. На детей сказывается напрямую. Поэтому важно пробуждать ребенка между циклами для того, чтобы он чувствовал себя хорошо. Поэтому для того, чтобы ребенок глубоко и хорошо спал ночью, нужно уменьшать количество дневных снов, дневных циклов. Уже пора отучать малыша от сна в коляске и на прогулке. Гуляем, когда малыш бодрствует. Спим дома в кроватке. Важно организовать ритуалы на сон и пробуждение. Хороший момент, чтобы научить кроху самостоятельному засыпанию. Мы живем, как хотим, мы ведем, как хотим. Когда ребенок засыпает, или человек засыпает с 6 до 8 вечера, у нас выделяется большое количество мелатонина. Это гормон, который помогает нам хорошо заснуть. Именно в это время наиболее удачно укладывать ребенка на большую часть ночи. Поэтому ночной сон желательно передвигать к этому времени, а уменьшать количество часов, которые спит ребенок днем, с помощью отрезания вот этих циклов по 40 минут. В жизни Ярика появляются первые правила «нельзя» и «можно». И важно на каждый запрет давать альтернативу. Кусать папу за нос нельзя, а кусать резиновую игрушку, чтобы почесать десна, можно. Дети все очень разные. И они требуют достаточно много внимания. И каждый по-своему индивидуально. Кто-то больше требует силу родителей для того, чтобы их уложить спать, кто-то больше для того, чтобы их покормить. Со всеми вопросами лучше обратиться к педиатру, и он поможет вам выяснить, где вы можете облегчить вашу жизнь с ребенком. Идешь? Ты весь метро, Ваня, ты хороший мать. Иди сюда, иди сюда. Страх незнакомцев и новых мест в этом возрасте на пике. Нормальный этап развития ребенка со временем проходит. Если ребенок плачет, это не значит, что он избалован. Это значит, он привязан к своим взрослым. Папа с Яриком играют в прятки, чтобы помочь понять, если взрослый ушел, это не навсегда. Он вернется. Ку-ку. Сеперационная тревожность не требует врачебной консультации с позиции педиатра. Если вы видите, что ребенок сильно ограничивает свое окружение и не привыкает к окружающим, то здесь больше это вопрос к психологу, который поможет семье разобраться в этом. Нужно снять время у вас психологов. Они не занимаются обязательно какими-то отхождением от нормы и больными людьми. Нет, они занимаются с людьми, которым просто можно подсказать, как правильно и более деликатно проводить время с ребенком, так, чтобы он чувствовал себя комфортно, и чтобы комфортно чувствовали себя вы. На данный момент у времени ребенка игрушки самые разнообразные уже могут подходить, но здесь больше будет играть роль, как он с ними коммуницирует. То есть, какие игрушки ему там больше нравятся. Здесь уже могут даже появляться какие-то уже социальные модели, когда человек любит катать куклу, или маленький человек любит катать пожарную машинку или видит тракторы. И здесь, в этом возрасте, вы можете выбрать что-то такое индивидуальное для своего ребенка. Главное, помните просто про безопасность. Не должно быть прям очень маленьких деталей, которые могут отломаться, которые можно проглотить. У ребенка категорически никогда в жизни не должно много магнитов вот этих вот, из которых люди строят какие-то сооружения. Это супер опасно. У Ярика есть кубики, строить из них он научится позже. А пока он в разрушительной фазе, папа строит, а Ярик с восторгом рушит. Продолжаем мамину школу. Сегодня своим опытом и знаниями делится врач-педиатр-неанатолог Ксения Охлопкова. И мы с ней говорим про педиатрический прикорм. Ксения, раньше вот говорили не кормить младенцев ничем красным. Яблоком там, не знаю, свеклой, помидор не давали. Сейчас эти вот требования, рамки ограничения, они как-то смягчились и дают детям все. Но может ли так случиться, что у ребенка все-таки возникнет аллергия? И как родителю понять, что это она и ни с чем ее не перепутать? Хороший вопрос. Действительно, подходы к кедению прикорма в последнее время очень сильно изменились. Я бы сказала, что вообще они с ног на голову практически перевернулись. Сто процентов. Я своего 18-летнего ребенка кормила по одному, своего 7-летнего ребенка по второму. Сейчас я снимаю сюжеты про прикорм, и это абсолютно вообще третий какой-то подход. И вот, естественно, я понимаю родителей, они не знают, кого слушать, куда метаться. Бабушки говорят одно, собственный опыт второе, блогеры третье, врачи четвертое. Да, к сожалению, сегодняшней маме реально тяжело в этом вопросе. И что касается аллергенов, действительно, проведены достаточно большие исследования, многоцентровые, статистически достоверные. И учеными выявлено, что чем раньше мы вводим аллергены в рацион ребенка, тем меньше вероятность развития у него аллергии на эти продукты в дальнейшем. Поэтому сейчас мы очень стараемся ввести аллергены до 8-9-10 месяцев, основные аллергены в рацион ребенка. Независимо от того, была у него на что-то реакция или не было этой реакции. Естественно, если он дает реакцию на какой-то продукт, его исключаем. Это понятно. Что касается красных продуктов, это вообще отдельная история, потому что это не классическая аллергия, это так называемая псевдоаллергия. И эти реакции зависят от количества продукта. То же самое, как с клубникой, цитрусовыми, шоколадом и красными продуктами. Соответственно, это дозозависимая, так называемая, реакция. И поэтому, если ребенок, например, дал реакцию на помидор, это не говорит о том, что надо полностью убрать помидор из рациона ребенка. Это говорит о том, что надо уменьшить дозу. То есть обычно мы делаем паузу на несколько дней, кожа у нас очищается, и потом мы пробуем снова дать этот продукт, но в меньшем количестве. И мы находим ту дозу, которая для ребенка не вызывает никаких реакций. И, возможно, чистоту. Потому что понятно, что такие продукты не стоят есть каждый день, если ребенок дает реакцию. То есть мы можем их давать через день, два раза в неделю, один раз в неделю. И, играя с кратностью и количеством продуктов, мы можем вот эти яркие продукты, псевдоаллергены включить в рацион ребенка. Потому что чем разнообразнее рацион ребенка, тем для него лучше. А можете перечислить, Ксения? Вот вы сказали, до 8 месяцев надо успеть дать ребенку попробовать все вот эти аллергены. Какие это продукты должны быть? Что купить, что дать? Я, конечно, могу перечислить основные аллергены, но так тоже нельзя. То есть надо все-таки мамам погружаться в тему прикорма более серьезно и изучать этот вопрос. Особенно, если дети склонны к аллергии или в семье есть аллергия. Но вообще, в целом, мы говорим о том, что как минимум до года мы должны ребенку ввести молочные продукты, пшеницу, рыбу, морепродукты, если семья регулярно употребляет эти блюда, соответственно, орехи, арахи с отдельным пунктом, соя, яйца. Ну вот это основные продукты, которые мы должны ввести ребенку в обязательном порядке. Должны их ввести и регулярно использовать. То есть если их дали один раз ребенку, это никакого защитного эффекта не имеет. То есть мы должны ребенку постепенно ввести с малых доз и увеличивая дозировку. И потом уже с определенной регулярностью ему давать. Тогда это будет иметь защитный эффект в плане аллергии в дальнейшем. Ксения, а правда, что именно вот в этот момент введения прикорма родители как раз часто совершают ошибку и отбивают у ребенка интерес к еде. И тем самым получается тот самый ребенок-малоежка, с которым мы потом опять же боремся. Да, действительно, это так. В большинстве случаев именно неправильное поведение родителей приводит к формированию, к превращению ребенка в малоежку. Но тут на самом деле бывают два таких полюса. Вот как я сказала, первый вариант – это когда ребенок полностью на ГВ, и ему очень неактивно и бессистемно пытаются вводить прикорм. Да, там дали попробовать, вроде не понравилось, бросили, там неделю-две ничего не давали. Потом еще дали. Потом либо есть такая методика еще с микродозами, и порой родители на ней задерживаются, и там несколько месяцев дают микродозы. По сути, тоже ребенок не получает, во-первых, необходимых питательных веществ, а во-вторых, у него не формируются никакие нормальные пищевые привычки от этих микродоз. Соответственно, это вот одна такая проблема, то есть когда родители очень неактивно вводят прикорм, да, и, соответственно, в итоге тоже у них не происходит нормального введения прикорма, и вот дети тогда в полтора года, в два года ничего не едят, кроме молока. Да, то есть это, по сути, тоже разновидность малоежек, и потом они очень тяжело привыкают к еде. То есть это реальная проблема. А вторая проблема, наоборот, когда родители очень активно себя ведут и не смотрят ни на пищевой интерес ребенка, вообще на его реакцию, да, и упорно его кормят. Либо под мультики, либо под гаджеты, либо под телевизор, либо просто уговаривают, да, и всячески там ложка за папу, за маму, за дедушку, и кормят больше, чем нужно, и как бы вот в таком... То есть сейчас это называется пищевым насилием. Даже если просто ребенок смотрит там мультик и ест, да, то есть его кормят, правильно так сказать, он не сам ест точно в этой ситуации, его кормят. И ребенок совершенно не понимает, что он ест, сколько он ест, какой вкус этой еды, да, потому что все его внимание сосредоточено там на мультике или на какой-то игре там, да, или на чем-то другом. Соответственно, опять же, совершенно не формируется нормальная пищевая поведения. То есть ребенок не понимает ни чувства насыщения, ни там, ни чувства голода, да, и вообще не участвует практически в процессе еды. И вот таким образом тоже формируются малоежки. Супермама Катя эксперт по малоежкам. Она знает, как накормить любого и мясом, и рыбой, и овощами, но сегодня будет готовить суфле из замороженных ягод. Привет, это Катя. Готовим полезное ягодное суфле. Самое время разобрать морозилку на предмет зимних запасов. То, что осталось, можно пустить в дело и приготовить полезный десерт. Для десерта нам пригодится любая замороженная ягода. У меня вишня, но вы можете использовать и клубнику, и смородин. Ягоды можно не размораживать, вот прям как они есть в льдине, так и добавить их в кастрюлю на достаточно слабый огонь, можно сказать, даже на средний. Пусть они немного растают. Ягоды подтопились, и самое время добавить сахар. Или не добавлять. Но так как ягоды – это довольно кислая история, то все-таки следует добавить хотя бы две столовые ложки. Я добавлю больше. Теперь нужно взять желатин обычный. Это упаковка стандартная, тут 15 грамм. Всыпать в небольшую емкость и залить тремя ложками холодной воды. В еще теплое ягодное пюре добавляем желатин. Прям вот весь. Теперь нужно превратить вот это пюре в воздушную, невесомую консистенцию. Взбивать придется достаточно долго, и поначалу вам может показаться, что ничего не происходит, но на деле все как надо, если миксер у вас мощный. Теперь наш десерт нужно отправить в холодильник как минимум на час, чтобы он приобрел нужную консистенцию. Небольшое ускорение. Для того, чтобы суфле приготовилось, ему нужно было остыть в холодильнике, поэтому мы сделали хитрость, которую можем себе позволить. Приготовили заранее другое суфле, и вот сейчас мы его будем пробовать. Это, к слову, смородиновое, то, как вы помните, вишня. Ммм, похоже, очень на щербет по текстуре. И правда, если долго взбивать ягодное пюре, оно получается воздушным и совершенно не плотным, каким бывает обычно желе. И этот десерт можно смело назвать из серии «Правильное питание». Первый прикорм – важное событие в жизни ребенка. И от правильного старта зависит и развитие, и здоровье. О том, как правильно его вести, нам сегодня рассказывает неанатолог Ксения Охлопкова. Ксения, можно ли понять, каким-то образом достаточно ли малыш получает нужных ему питательных веществ? И есть ли необходимость давать ему витамины для подстраховки? Смотрите, конечно, полностью оценить нутрективный статус ребенка без методов специального исследования, конечно, невозможно. Но косвенно мы можем судить о том, как ребенок питается, исходя из прибавки его веса, роста, исходя из его нервно-психического и моторного развития. Естественно, если ребенок получает необходимые вещества в нужном количестве, он и развивается лучше. Соответственно, мы видим, что у него идет нормальное развитие, у него нет никакой задержки формирования навыков. Соответственно, конечно, анализ крови клинический, хотя бы самый простой, тоже дает нам косвенную информацию. Во-первых, мы исключаем анемию таким образом, во-вторых, там есть параметры, которые косвенно могут нам сказать, есть железодефицит у ребенка или нет. Что касается витаминов, то, соответственно, кроме витамина D, другие витамины детям здоровым, нормальным питающимся не нужны. То есть витамин D, да, его должны получать все, независимо от времени года и места проживания. Ксения, можем еще назвать какие-то ошибки, которые родители чаще всего совершают, когда начинается первый прикорм? Или мы с вами уже все назвали? Нет, на самом деле ошибок достаточно много. И у меня даже есть такой вебинар «Топ-10 ошибок». Он длится около двух часов, когда я подробно объясняю, какие ошибки совершают родители и к чему это приводит в состояние здоровья детей. Сейчас я кратко просто обозначу еще то, что мы сегодня не обсуждали. Значит, первая ошибка – это когда прикорм водится очень рано. Ну, об этом, в принципе, много говорят. И действительно, это неправильно – водить прикорм до четырех, четырех с половиной, пяти месяцев. Это ни к чему. Просто когда мама заходит в супермаркет и видит красивые баночки с детским пюре, а там написано «от трех», «от трех с половиной», «от четырех», и ты начинаешь переживать – так, я не отстаю? Раз пишут, значит, надо? Да, к сожалению, это так. Ну, во-первых, есть разные… То есть европейская, например, ассоциация педиатров, она рекомендует прикорм где-то четырех-четырех с половиной месяцев. Наша ассоциация российская придерживается более, можно сказать, что щадящего, когда мы говорим о введении прикорма после пяти месяцев. В стандартном интервале между пятью и шестью месяцами. А, соответственно, есть еще рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что лучше вводить в шесть, и не раньше шести. И вот наша позиция, она где-то такая между крайними, то есть она такая более универсальная в какой-то степени и более адекватная, на самом деле, я считаю, для разных стран, чем позиция ВОЗа. Это первое. Значит, вторая ошибка – это, наоборот, когда очень поздно вводится прикорм. То есть вот я уже сегодня говорила, да, что есть дети, которым прикорм вводится там, ждут пищевого интереса. И могут ждать родителей до семи, до восьми, до девяти месяцев. Вот это уже совершенно неприемлемо, потому что пропускаются все периоды оптимальные для введения прикорма, и потом все становится сложнее. Кроме того, естественно, ребенок уже впадает в дефициты, потому что он не получает тех веществ, которые он должен получать уже по возрасту. Соответственно, следующая ошибка довольно частая – это позднее введение кусочков. Это то, что мы с вами тоже говорили уже. Если родители до года или даже до 11-12 месяцев, бывает и позже, не дают ребенку кусочки, соответственно, это вызывает, во-первых, сложности потом с приучением кусочков. Кроме того, появляется нарушение формирования челюстей. То есть кусочки, они нужны в определенный период, чтобы нормально формировались мышцы ротовой полости, челюсти, чтобы речь нормально вовремя стартовала у ребенка. И поэтому, когда мы запаздываем с этим процессом, то возникает много вторичных проблем. Следующий момент – это когда ребенку очень рано дается молоко животных. То есть вообще категорически в качестве питья или замены грудного молока или смеси категорически нельзя давать ребенку молоко животных до года. К сожалению, еще есть мамы, которые этого не знают или игнорируют эту рекомендацию. Говорят, что там, не знаю, меня так кормили, мою бабушку так кормили, все выросли. И вот это вот такое мнение, оно абсолютно беспочвенно, потому что реально эти дети имеют много проблем со здоровьем. Поэтому ни в коем случае не надо давать молоко животных, козе, корове, неважно какое, до года ребенку именно в качестве продукта либо питья, то есть в каком-то объеме существенном. Соответственно, следующая ошибка – это когда дают много белка ребенку. То есть это на самом деле мало кто знает и мало кто на этом акцентируется. Ну, скажем, врачи все об этом знают, но именно если говорить о специалистах по прикорму, которые сейчас популярны в сети, то они как-то эту тему игнорируют, и на самом деле зря. Потому что многие даже мамы мне говорят, ну как же, чем больше, это же тем лучше, да? То есть чем больше мяса ребенок ест, тем больше творога ребенок ест. Но на самом деле это совсем не так. То есть абсолютно точно доказано, что избыточное потребление белка детьми до года, то есть в этом периоде, о котором мы говорим, оно приводит впоследствии к ожирению, к цилинорезистентности и к другим тяжелым последствиям для всего организма, который будет проявляться через пять лет, через семь лет, через десять лет. Поэтому ни в коем случае нельзя превышать норму по белку, и надо их контролировать. У нас основные белковые продукты – это мясо, рыба, соответственно, молоко, если оно уже там дается ближе к году в каком-то количестве, и вообще молочные продукты, то есть творог, йогурт и тому подобное. Соответственно, их объемы не должны превышать определенных значений. И это, кстати, один из моментов, почему мамы, которые как-то слепо следуют БЛВ и не вникают в другие какие-то нюансы, они отдают на утку ребенку количество съеденной еды, там же одна из идей БЛВ, что ребенок сам определит, сколько чего ему нужно съесть. Соответственно, вот в этой ситуации многие дети начинают есть много белка, много мяса, много творога, либо наоборот, очень мало. Соответственно, и то, и другое плохо для него, для здоровья ребенка. Так. И еще из основных ошибок все-таки, я считаю, это бессистемность родителей, когда они не погружаются в тему и очень легкомысленно относятся, ну, скажем честно, да, к этой теме, и считают, что все мы выросли, все перешли, все начали есть, и как бы не стоит вообще заморачиваться этой темой. Соответственно, вот у них дети часто питаются в итоге неправильно, да, либо очень поздно вводятся в прикорм, либо, соответственно, какие-то избыточные, наоборот, количества, которые вредят ребенку. Ксения, вы нас тоже очень здорово погрузили в эту тему, я благодарю вас за полезную и доказанную информацию, и обязательно приглашу всех зрителей маминой школы в ваш блог в Инстаграме, потому что там по детскому прикорму огромное количество полезной информации. Спасибо большое. Осознанные мамы не надеются на авось в деле питания, они не хотят рисковать здоровьем ребенка, собственным спокойствием, поэтому берут инициативу в свои руки и получают хорошие результаты. Это была программа «Мамина школа», ставьте лайк нашему проекту и подписывайтесь на наш канал, а мы увидимся ровно через неделю.